Американский патрульный корабль Чинук PC-9 перехватил иранский корабль, который перевозил российское оружие. Перехваченное судно направлялось из Ирана в Йемен через Оманский залив. Патрульный корабль потребовал остановки судна для досмотра, но иранская посудина не отвечала на запросы. Дали предупредительный залп, после чего кораблик начал сбавлять ход. На борту иранского корабля США нашли аж 2116 единиц оружия. Часть из них составляют российские экспортные полуавтоматические кораблины АКС-20У. Они произведены фирмой Молот Оружие в Вятских Полянах. Представляют собой вариацию на тему малогабаритного автомата АКС-74У. Также на борту были обнаружены изъяты китайские автоматы тип 56-1. Недавно были слухи о факте поставок АКС-20У за рубеж. Теперь понятно, что они пошли в Иран. США предупреждали Ирана и Россию, что не потерпит никакой контрабанда. И вот они это доказывают. Все незаконно перевозимое оружие быстро изымается. Теперь оно будет направлено в хорошие руки, которые найдут этим автоматом отличное применение. Не удивлюсь, если в одной из следующих поставок вооружений для ВСУ от США, мы обнаружим вот такие новенькие АКС-20У. Это называется левый российский ленд-лис. Вот так завод в Вятских Полянах считай передаст оружие для ВСУ. Вообще замечательно. Конфискация произошла в прошлую пятницу после того, как команда прибрежного патрульного корабля класса «Циклон», поднялась на борт деревянного парусного судна, известного как «Доу». По словам командира, они обнаружили на борту корабля автомата «Калашникова», индивидуально завернутые в зеленый брезент. Чанук вместе с патрульным катером «Мансун» и эсминцем с управляемыми ракетами «Салливанс» завладели оружием. А еменский экипаж будет репатриирован обратно в Йемен. После завершения всех действий на борту иранского деревянного судна, его расстреляли из пушек и потопили. Больше не будет возить оружие. Это стандартная процедура для судов, перевозящих контрабанду. Деревянные корабли, используемые часто Ираном, не несут никакой ценности. Поэтому их никто никуда не буксирует и не эвакуирует. Их просто топит, чтобы они не мешали другим судам и не представляли опасность для судоходства.